Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. 2022 год объявлен президентом страны Владимиром Путином годом культурного наследия народов России. В Самарской регионе один из самых многонациональных. В нашей области проживают представители свыше 150 национальностей. Наиболее многочисленные религиозные конфессии – это христиане и мусульмане. Говорим сегодня о знаковых проектах, которые реализуются в регионе под эгидой празднования тысячестолетия принятия ислама Волжской Булгарии. Гости в студии – Талиб Хазрат Ярулин, муфти Самарской области, и Гюзель Маратовна Сагадатова, директор культурно-исторического фонда «Булгарское наследие», редактор журнала «Муслим». Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день, дорогие друзья! Ну что же, тема интересная и не менее актуальная. Давайте побеседуем сегодня. Ну вот первый вопрос. Наверное, мой таков. Вот этот год для мусульман особо значим. Так, аналогичный вопрос. Почему? Этот год является годом принятия ислама нашими предками. Тысячи сто лет тому назад три сподвижника пророка Мохаммада, мир ему благословения Севышнего, посетили эти местности. И на государственном уровне был принят ислам уже на государственном уровне. Поэтому мы гордимся тем, что наши предки сами приняли ислам. Не насильственным путем, не при помощи военных действий каких-то. То есть приняли ислам и передали до сегодняшнего момента вот истоки, вот эти религии. Они начинались оттуда. И как бы все культурные традиции, они все основаны на религиозности. И народности, которые проживают на данной территории, это и чуваши, и татары, и башкиры. Они все потомки вот Булгар. И как бы мы видим, что была большая цивилизация. Вот если посетить город Булгар, исторический археологический заповедник, то можно видеть строение, которое есть. Есть как бы цивилизованный способ проживания. Там, если посмотреть в музее, там можно видеть канализационные трубы, которые в 11, 12, 10 веке были. Представляете? Были, например, кожаные обуви уже была в то время. Потом как бы вода протекала через дома. Теплый пол, который мы сейчас применяем, уже в то время использовался. Как бы печь была на улице, топили с улицы. И дым, проходя через места, где они обитали, то есть где они ложились спать, то есть эти места прогревались дымом, и они комфортно себя чувствовали. Также сейчас вот мы, только сейчас, наверное, начинаем пользоваться такими благами, как вот теплый пол или еще что-то. А в то время они уже использовали. Все современные технологии из прошлого стоит только обратиться к истокам? Да, надо хорошо изучать, хорошо знать. И человек, который не помнит свои истории, то есть у народа, у него нет будущего. Совершенно с вами согласна. Гюзель Маратовна, ну расскажите, пожалуйста, о культурно-историческом фонде «Булгарское наследие». Что это за фонд? Ну и наверняка, как у любого фонда, есть своя миссия. Да, культурно-исторический фонд «Булгарское наследие» занимается развитием истории и духовности в Самарской области, освещает историю Волжской Булгарии и историю Средней Волги в целом. Фондом издаются различные книги, проводится достаточно большое количество мероприятий, а также устанавливаются различные памятники. В этом году будет установлен памятный знак на горе Поповой к тысячестолетию принятия ислама. Недавно вместе с Талибхазратом и губернатором мы это место посетили и провели молитву там для установки памятного знака. Ранее на данном же месте рядом на горе Поповой в Ширяево был установлен памятный знак летящему в Барсу, который показывает южные границы Волжской Булгарии. То есть это плюс еще один как минимум туристический маршрут для жителей Самары, Самарской области, ну и, конечно, гостей нашего региона. Действительно, а уже есть какие-то ближайшие даты, когда будет открыт этот знак? Я думаю, что к августу месяцу у нас будет установлен уже этот памятник, и мы устроим большое празднование к этому событию. Ну а наша задача, средства массовой информации, обязательно осветить это событие, что мы непременно и сделаем. Скажите мне, пожалуйста, Талибхазрат, вот можно ли считать, что принятие тысячестолетия назад ислама Волжской Булгарии, территория которой, да, входит в Российскую Федерацию, является все-таки и датой становления ислама в нашей стране? Ну, конечно, это и есть как бы отправная точка. В принципе, и до посещения вот сподвижников нашей местности здесь уже были мусульмане, уже проживали мусульмане, но на государственном уровне этого не было. И вот на государственном уровне вот в 922 году по солнечному лету исчислению был принят уже законодательно. Мы уже в 89-м году, в принципе, отмечали вот этот праздник с посещением очень многих представителей других государств по лунному календарю, потому что мусульмане живут по лунному календарю, как вы знаете, и он на 10 дней короче солнечного. И за это вот набирается за большой промежуток времени, набирается целые года. И вот 33 года назад мы проводили уже этот праздник. И как бы в этом году уже президент объявил о том, что этот год будет являться годом принятия, официального принятия ислама волжскими булгарами и тысячи сто лет тому назад. И даже была целая комиссия создана во главе с уснулимным, как бы для того, чтобы масштаб провести этот праздник. Он проходил в булгарах, это исторический археологический заповедник, как вы его знаете. И как бы там было и театрализованное представление было, и также были большие гости, приехали. И был молебен, мы просили Всевышнего, чтобы он простил прегрешения наших людей, то, что столько лет, например, не было образования, не было преподавания, ущемлялись права верующих. И сейчас, слава Богу, все это открыто, даже на государственном уровне сейчас признается, то, что ислам в этой местности был, есть и, надеемся, и будет. Есть там исламская академия построена недавно, где могут обучаться люди, которые желают стать магистрами, желают стать академиками в исламских науках. Также еще, что хочу сказать, дополнить Гюзель о том, что археологический заповедник у нас тоже есть. Это вот Мурмский городок, он находится недалеко от города Жигулевска, и он также, как бы там очень много исторических фактов. Археологи откапывают, смотрят, достают какие-то артефакты, и по техническим, наверное, моментам приходится закапывать это для того, чтобы, ну, как бы вот эти моменты, ну, сохранить, чтобы не было разворовано. Не то, что разворовано, скорее всего, а чтобы вот солнечный свет и погодные условия, чтобы не влияли на тот пласт, который был откопан. И вот хотелось бы, как бы, власти, чтобы тоже об этом задумались. Все-таки это археологический заповедник, он тоже считается, но, к сожалению, мы его никак еще не привели в порядок, так сказать. Но я думаю, что... Даже вывески нет, что это является памятником. Вот хотелось бы хотя бы каким-нибудь образом вот это место, ну, облагородить, наверное, да, чтобы люди приезжали, это будет еще один из туристических маршрутов. Ну, вот как раз под эгидой празднования тысячестолетия, принятия ислама в Волжской Булгарии, я думаю, что это событие тоже можно приурочить и как раз вот сделать им таким знаковым мероприятием. Так помимо этого, какие еще события уже прошли, о которых стоит сказать обязательно? Ну, и, конечно, планируется. Ну, если брать по исламу, то есть в Казани был большой праздник, проводился. Мы ежегодно, исламский священнослужитель, приезжаем на форум, где обсуждаем вопросы сохранения религии, сохранения своей нации, культуры. И в этом году также... Языка. Ну, и языка. То есть, хочется сказать одно из высказываний одного из ученых. Он говорит, хотя это и не является способом сохранения религии, но это помогает сохранению религии. Это национальная культура, национальная одежда и язык. То есть, если вот эти компоненты будут, то есть возможность сохранения религии, культуры своих народов. В Казани проводился большой праздник также, как мы закладывали там первый камень для мечети, то есть будет построена большая мечеть в честь тысячестолетия принятия ислама. Был халяль... форум был, халяль-саммит, где производители халяльной продукции приезжали, показывали, рассказывали. Потом был большой прием от имени президента, то есть, где более полутора тысяч человек участвовало. Приезжали делегации из разных стран для того, чтобы... Да, большое событие было. Я читала тоже несколько интервью. Давайте перейдем к также знаковому событию, которое у нас прошло в городе Самара. А я сейчас имею в виду, конечно же, Сабантуй. А, ну давайте. Можно вот узнать ваше впечатление? Сабантуй у нас прошел как в Самаре, так и в Самарской области. Очень масштабно проводился, как всегда, с активным празднованием. Вообще, сам праздник Сабантуй, он сельский праздник. Но сейчас он уже перерос в общем масштабный и даже многонациональный праздник. Очень много гостей приходит, помимо татар и мусульман приходят и участвуют в данном праздновании. У нас активно любят и проводят достаточно много людей на данном празднике и выступают даже со своими номерами. Я по роли своей профессии несколько лет подряд была на Сабантуй. И что вот хочу заметить лично от тебя, что этот праздник становится с каждым годом все более и более популярным. Очень много посетителей, гостей, я знаю, приезжают и из других регионов специально, чтобы посетить Сабантуй. А вот каковы итоги? Хочу еще дополнить, что недавно прошел федеральный Сабантуй в городе Ульяновске и передался, так сказать, кубок, который ознаменовывает то, что будет проводиться следующий федеральный Сабантуй в Кемерово. То есть на следующий год мы поедем в Кемерово для того, чтобы отметить вот этот федеральный Ульяновск. Туда приезжает много делегаций из разных стран, тоже есть, и из разных регионов для того, чтобы порадоваться вместе. И мы тоже участвовали в федеральной Сабантуй в Ульяновске. Очень масштабно проводилось при поддержке и правительства, и, так сказать, и Татарстана. Театрализованное представление. Ну и иногда говорят, что это не религиозный праздник вроде бы, да. Но опять-таки даже вот на театрализованном представлении было показано, что отец рассказывает сыну, как надо сеять. Вот он говорит, вот возьми там зерно, в кулак сожми и раскидывай. И потом после этого говорит, вот мы сейчас отсеялись, все, а теперь давай попросим Всевышнего, чтобы он дал нам хороший урожай, хорошие всходы. И чтобы мы сумели воспользоваться вот этими исходами. А сегодня мы видим, что опять-таки связь культуры и связь религии, она неразлучна. Поэтому хотелось бы, чтобы люди это понимали, люди понимали и действовали по, как бы, по закону, который установил Всевышним. То есть он призывает нам к чему? Чтобы мы в мире согласия проживали. То, что вот сейчас Сабантой перерос из, во-первых, из сельского в городской, все-таки в городе мы не сажаем, не сеем. Но опять-таки это повод для того, чтобы собраться все вместе. С всеми семьями приходят, с другими народностями мы общаемся. То есть они приходят все, радуются тому, что есть такая возможность прийти, пообщаться, встретить друзей каких-то, своих товарищей, сокурсников, там еще что-то. Да, ну и потом еще, конечно, пандемия повлияла, когда вот два года был такой перерыв, и национальные и межнациональные праздники не проводились. Да, вот когда мы с вами встречались последний раз на праздновании Навруза, я особо внимания обратила, как люди радовались. Просто встречи, да, каким-то простым, как дела, как здоровье. То есть это вот было настолько ярко и открыто, что действительно такие праздники нужны в городе и в области. Наша съемочная группа, конечно же, побывала на праздновании Сабантуя. Давайте вместе всем вспомним, как он прошел. Праздник Плуга или Сабантуй – день, когда воедино сливаются красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды. В старину татары и башкиры отмечали так окончание полевых работ, а теперь это больше традиция. Поздравить жителей и гостей Самары с национальным праздником приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они попробовали традиционные угощения и посмотрели работу площадок. Поздравляю вас с замечательным праздником, праздником многовековым. А самарская земля бережно хранит традиции, заветы предков. И я очень рад, что праздник, день Плуга Сабантуй собирает традиционно здесь, в парке Гагарина, людей разных национальностей, разных вероисповеданий, людей, объединенных одной заботой о родной земле. Одна из традиций Сабантуя – проведение национальной борьбы кереш. Это вид спортивного единоборства на кушаках. Цель борца – положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. Изюминкой праздника стала выставка блюд татарской кухни. Гости смогли попробовать традиционный чак-чак, надх и многое другое. Мы радуемся, что проводится каждый ежегодно Сабантуй наш национальный татарский праздник, где у нас есть возможность увидеться с родственниками, знакомыми, посмотреть концерты, выступления талантливых артистов. В этом году в Самаре Сабантуй отметили в 33-й раз. На главной сцене праздника выступили народные артисты Республики Татарстан, коллективы из Ознакаевского района Татарстана, а также ансамбли Камышлинского, Похвестневского районов Самарской области. Я сейчас хочу спросить вас о планах духовного направления на ближайший год. Духовное развитие нужно каждому человеку. Будь то человек в сане, либо обычный человек. То есть всегда должно быть самосовершенствование. Человек чем больше познает, тем больше узнает, как один из великих сказал, я знаю только то, чего не знаю. То есть человек чем больше познает, он говорит, ну, оказывается, я даже вот этого не знал. И вот у нас сейчас есть обучение. Вот сегодня тоже вот закончились курсы для девочек, которые проводятся, как бы летние курсы. Две недели назад мальчики закончили обучение. Мы обучаем уже детских лет, прививаем вот эти культурные ценности, религиозные ценности для того, чтобы дети действительно были настоящими людьми. Наша цель – воспитать их в правильном русле. Для этого есть и школа, и медресе есть, именно вот религиозное направление. И в этом году мы планируем еще сделать большой праздник – это открытие исторической мечети. Она уже существует, она уже работает, уже с 2008 года ее реконструируем. Но только сейчас мы видим ее как бы в таком расцвете, когда и минарет виден, и купол виден, и там как бы фрески все сделаны. Сейчас уже преображается эта мечеть, и она, как вот губернатор заявил, что это является жемчужиной Самарского района, потому что в Самарском районе находится вот эта мечеть. И мы в этом году планируем отметить 131 летие, получается, потому что в прошлом году 130 лет было, но, к сожалению, из-за ковидных ограничений мы не сумели провести вот этот праздник. И как бы в этом году планируем и открытие мечети сделать, и приурочить ее к 1100-летию принятию ислама. Сколько событий в этом году? Нет, но еще есть события, то есть вот мы планируем открыть вот этот памятник. Также планируем на Муромской городке сделать научно-практическую конференцию для того, чтобы показать вот это место, чтобы люди хотя бы знали, что у нас есть такое место, археологический заповедник, куда можно приехать и посмотреть. И вот хотелось бы, чтобы это освещалось и показывалось и в СМИ тоже, для того, чтобы люди знали, что здесь люди проживали. И вот то, что сейчас исторический факт того, что город Самара оказывается не только, у нас 400, сколько, 35 лет, сколько, а он оказывается еще более древний. Вот сейчас уже ученые задумываются об этом, ищут артефакты. И надеюсь, что будет доказательство того, что, да, этот город был, ну, так бы, не такой он молодой, а он древний, этот город. Да, Гизель Маратовна, я знаю про еще одно событие. Вы о том же? Да, в этом году мы еще создали проект журнала «Муслим», который будет в скором времени реализован. Традиции, духовность, история, они все идут непосредственно и рядом, вот, и перекликаются между собой. И хотелось бы о них освещать, говорить побольше, чтобы все мусульмане и другие конфессии знали друг о друге и жили в мире, и согласии. А что-то, может быть, будет необычного в вашем журнале? Ну, вот, какая-то изюминка, которая будет его отличать от других, скажем, национальных изданий, которые у нас выпускают, ну, многие национальные сообщества? Конечно, мы будем говорить в первую очередь о религии, о исламе, и поддерживается это и духовным управлением Самарской области. Вот, хотим освещать побольше традиций, которые накоплены были за тысячи сто лет. Ну, я просто уверена, что у вас будет обязательно свой читатель. Да, и также мы хотим провести конференцию совместно с студентами. Проект мы создали с студентами политехнического университета. Это будет масштабный такой проект, который называется «Возвращение к истокам». Это одноименный проект с нашей книгой, которую издали мы от фонда. Мы хотим ее вам... Вот, как раз вы ее держите в руках. Да, в руках мы держим. Мы с Талиб Хазратом хотим вам подарить. Это литературно-исторический очерк, который мы издали с фондом, где описана история Средней Волги и истории, на примере, истории одной семьи уже во второй главе. Вот, рассказана история татар в жизни. И действительно, эта история перекликается почти в каждой семье нашей страны. Вот, в каждой второй семье подобная история жила. Это вам подарок от нас. Да, спасибо огромное. Я непременно прочту. Вам обещаю. И хочется еще добавить, скорее всего, цель создания вот этого журнала, то, что не только татар являются мусульманами, но и также другие народности, и объединяет их религия. То есть это и люди, которые проживают на данной территории, это из числа мусульман татары, башкиры, казахи, но и опять-таки много других народностей, которые приехали сюда, здесь уже стали гражданами, обосновались здесь, и живут в мире согласия, и сохраняют свои культурные ценности, свои культурные традиции. И вот об этом надо будет писать, говорить, рассказывать. И вот это объединяет то, что они являются представителя одной религии. Талиб Хазратов, я знаю, что в следующем году, в начале года, у вас 60-летний юбилей. Вы, безусловно, очень известный, уважаемый, знаковый человек Самарской области. Скажите, пожалуйста, а вот с какими итогами жизни подходите к юбилею? Итог жизни, ну это, как бы сказать, наше будущее, наши дети, наши внуки. И слава Всевышнему, то, что дети правильно воспитаны. Мы рады тому, что дети восприняли вот это воспитание, приняли это воспитание и радуют нас. Радуют нас внуки, которые так же обучаются, так же стараются для того, чтобы жить, как бы, в правильном направлении. Вот это, скорее всего, самое главное. Но опять-таки, по духовной линии, то, что радует, что дети тоже пошли по этому пути. Например, старший сын является имамом одной из мечетей. И средний является, как бы, его помощником. А дочь пока еще учится в техникуме. Поэтому мы рады тому, что дети правильно воспитаны. Вот это, наверное, самое главное достижение, которое сумели сделать. Но по духовной линии, слава богу, у нас вот мир и покой. Например, в других регионах по нескольку муфтиятов, где раздрай, где споры, где, как бы, каждый выпячивает себя, хочет показать, что он лучше, что он еще круче, или еще что-то. У нас, слава богу, как вот заведена одна религиозная организация, которая руководит всем. И мы рады тому, что мы сплоченно работаем совместно. Какие-то вопросы возникают, все сообща решаем. И надеемся, что так оно и будет и в будущем. И вопросы, которые будут возникать и возникают в сообществе, они, во-первых, оперативны, а во-вторых, правильно решаются. И не возникает никаких конфликтных ситуаций. Надеемся, что так оно и будет. Ну что же, пришло время подводить итог нашей программы. Хочу предоставить обязательно заключительное слово вам. Ну а вы, Гюзель Маратовна, у вас планируется издание журнала «Молодое». Вот что бы хотели пожелать себе в первую очередь, ну и, конечно, своей команде? Хотелось бы пожелать дальнейшего развития и единения между собой. На сегодняшний день также у нами при Духовном управлении был создан общественный совет, куда благодаря Талибхазрату приходит молодежь сейчас. И действительно, не только взрослые и старшие поколения поддерживают, но и молодежь. И мы единимся, и все вместе находимся в дружбе, в согласии и развиваемся. Ну про молодежь – это вообще тема отдельной программы, потому что я знаю, что она очень у вас активная, продвинутая, культурная, спортивная, конечно же. Ну и заключительное слово в программе вам. Спасибо, Елена. Ну что хочется пожелать нашим телезрителям, нашим жителям Самар, Самарской области? Во-первых, мира и покоя, здоровья, терпения. Побольше благодарности Всевышнему за то, что Он дает. Даже за то малое, которое Он дает, мы должны быть благодарны. Если будем благодарны, то и Всевышний будет нас любить. И мы будем более понимаемы, и будет у нас цель. Потому что если человек живет без цели, то это не жизнь. И хочется привести слова, вот в советское время заставляли изучать выдержку из Островского «Как закалял сталь». Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно, больно, забесцельно прожитые годы, чтобы не мучило позор и еще что-то. Я, к сожалению, не полностью знаю эти слова, но опять-таки, вот эта цель, она должна быть. Если цель благая, если человек будет стремиться к этой цели, то у него все будет хорошо. И надеемся, что так оно и будет. И чтобы каждый выбирал себе цель не только для этой жизни, но и для будущего. Потому что нас ожидает еще будущее. И как мы проживем эту жизнь, зависит от нас. И потом уже в будущем, если мы правильно жили, если правильно цели себя ставили, то Всевышний нас вознаградит. И мир и покой, который был у нас до последнего времени, надеемся, что он сохранится. И вот эти конфликтные ситуации, которые сейчас есть в мире, чтобы они урегулировались. И чтобы люди понимали и ценили данные, то, что Всевышний дает. Вот такие пожелания. Спасибо вам большое. Спасибо большое за участие в программе. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok